Великий Геннадий Я знаю о вас все Здесь у кого-то есть дети Вас родила женщина Вы учились в школе Вы хороший человек, а вы нехороший, подеритесь Ну ладно, перехожу к Элизиону А! А! Я тебе 200 рублей за что плачу? За месяц? За месяц? Будешь в год получать 100 рублей А! Дırк Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дыхание ровно на сутки Обычный человек, подойдите ко мне Обычный человек, идите сюда Сейчас мы задержим дыхание ровно на 3-4 Итак, 3-4 Субтитры сделал DimaTorzok Великий Геннадий! А сейчас, дамы и господа, смертельный номер от Геннадия Жонглирование одним видимым и семью невидимыми Готов? Готов! Давай! Ещё раз! Пейл! Осволочь, а! Пластмассовая мразь! Ненавижу её одну! Иду на рекорд! Ещё 14 бутылочек Видим их! Ты с ума сошёл! 15 под ними пошла в задницу и так называется кузьмич разговаривает по телефону выбор звонок алё алёна дана алёна объявление в газету жизнь на колесах до давал да да продаю машину да можно сказать и джип да я его из германии пригнал да все грите фольксваген туарег вы знаете пару раз в него сходил так что можно фольксваген биотуарег можно какого года выпуска 42 года выпуска февраль месяц пробег от москвы до берлина да нормально все грите коробка автомат да там два автомата в коробке до тюнинг да все есть это аэрография там тигр на берлин все написано даже все хорошо сколько прошу прошу штукарь да да каких долларов рублей конечно что так дешево трубы горят зелит надо да залить да да где можно посмотреть в парке недалеко здесь да да я его на постамент припарковал далее там еще рядом мой друган петрович катюшу продает такой номер жизнь самая настоящая жизнь а сейчас я под ваши бурные аплодисменты приглашаю своего коллегу тимура каштана батрудинова ну что начнем начнем да пошел добрый вечер дорогие друзья одному мне здесь стоять очень скучно и чтобы было веселее мне и вам я приглашаю замечательного человека гарик бульдог как вы уже догадались что сейчас будет происходить потому что и стулья и мы с гариком символизируем ту миниатюру которой кажется нет конца сегодня для вас мы покажем раскопки итак раскопки 3 здравствуйте дамы и господа в ночь раскопки 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 я беру свое интервью у археолога у археолога который не просто археолог а человек великий великий человек который получил золотой лопатой по спине 2006 раз а сергей манч копай здраво здравствуйте сериалов копай копай я вас уже представил вот вы копаете 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 может быть вы находили какие-нибудь вещи может какие-нибудь вещи знаете мы копаем копаем и копаем и знаете мы находили какие-нибудь вещи и какие-нибудь вещи копай я вас представил уже слушайте я спрашиваю вопрос спросил у вас только что. Вот вы копаете, копаете, копаете. Может быть, вы кого-то недавно раскопали? Может быть, что-нибудь нашли? А, да. Мы копаем, копаем и копаем. Мы что-то обязательно раскопали и что-то даже нашли. Да вы что? Конечно. Так что же вы нашли? А, вас это интересует? Ну, конечно. Ну, так слушайте. Копай. Прекратите, я вас представил уже, говорите. Я понял. Значит, мы копали, копали и, к нашему удивлению, собрав 16 мешков костей, мы поняли, что это кто? Нет! Тутанхамон. Да вы что? Да. Так показал наш спектральный анализ. Вы понимаете, что Тутанхамона уже раскапывали? Я понимаю, что Тутанхамона уже раскапывали, но второй раз его не раскапывал никто. А вы второй раз его... Конечно. Я второй раз раскопал Тутанхамон. И что вы взяли, что это именно Тутанхамон? Ага. Потому что у него на заднице была наколка. Красивая такая задница. Ну, наколка так себе. И прямо синим по-родовому Тутан, а ниже Ана, Камон, Энслип Эзми, Камон, ага, Энслип Эзми уже на кровоте. Всё. Кто? Конечно, Он, Тутанхамон. Копай. Прекратите, что вы мне, что вы несёте вообще. Серьезно, что вы несёте. Ладно, Ладно, Тутанхамон мы нашли. Давайте что-нибудь ещё. Может быть, что-то более ценное. Да, конечно же. Вокруг Тутанхамона, Как обычно. Мы раскопали, как вы думаете, что? Что? Нет. Кладбище домашних животных. Что вы взяли, что это кладбище домашних животных? Ага. Потому что, когда мы начали копать, подошёл участковый и сказал, Тут копать нельзя, тут кладбище домашних животных. И уже только когда участковый умер, мы продолжили раскопки, и действительно, кладбище домашних животных. Лопату раз, землю два, опа, и действительно, животные. Конь, медведь. Конь, медведь. Аккуратно лежат. В принципе. Подождите, а какой конь-медведь? Что это за домашние животные такие? Конь и медведь. Как вы не понимаете, это необычно, это цыганское кладбище домашних животных. Понимаете? Копает. Я вас представил уже, подождите, цыганское кладбище домашних животных. Да. Ну, и что? Конь, медведь, конь, медведь. И что дальше? Ну, закономерность. Понимаете? Конь, медведь, конь, медведь. Всю ночь мы копали, а утром пришли, и что вы думаете? Что? Что? Медведя на месте, а коней нет. Куда же делись кони? Куда делись кони? Оказывается, мы этого тоже не знали, но как показал наш спектральный анализ, кони цыганские качуют даже после смерти. Поэтому кони ушли, медведи оставили. Понимаете? Все. Но вы нашли коней? Конечно. Коней мы нашли в центре Египта. Мы раскопали, смотрим конь, своей головой упирается в задницу, в передистоящему коню, а тому коню, который упирается своей головой в задницу, в передистоящему коню, в задницу упирается другой конь. Тому коню в задницу упирается еще один, так, что голова первого уже наполовину в задницу у второго. И мы сразу догадались, что это что? Цирк. Хрян. Древняя египетская пробка. Древняя египетская пробка, кони уперлись, и все. Пробка из-за того, что открывался модный древне-египетский клуб. Что еще здесь? Какой клуб? Что за клуб? Элитарный. А что вы взяли, что это клуб вообще? Ну, а куда столько дохлого народа на дохлых лошадях? Конечно же, это модный, гламурный, египетский клуб. Тем более, что спектральный анализ показал, что кости, раскопанные на входе у клуба, принадлежат охранникам этого клуба. Почему именно охранникам? Потому что два огромных скелета, огромных скелета в пуховиках, головы маленькие, плечи большие. Заглянули в голову, точно, мозгов нет. И как показал наш спектральный анализ, их и не было. Соответственно, клуб. Обычный, древнеегипетский, наркоманский клуб. Начало именно наркоманский. Но какое еще? Когда мы стали раскапывать туалеты, в туалетах по три, а то и четыре человека. Да. Что они там делают? Конечно же, все. Да. Да. И кроме этого, на танцполе мы раскопали двух девочек 16 лет, а все остальные пьют чай и о чем-то трындят. Да. То есть вы раскопали скелеты, да, а они о чем-то трындят. Ну да, мы как только их раскопали, они еще шептались. Вот. Я понял. Копай. Да что это такое, я не понимаю? Хватит, что вы делаете все время? Копай. Это что такое? А, вам интересно? Да, мне интересно. Что это? Ну, вы знаете, я вам открою секрет. Более-менее известные артисты, не артисты, спортсмены выпускают линию своего чего-нибудь, понимаете? Кто-то, например, Шерон Стоун, да? Взяла, да и выпустила духи с запахом себя. Бэкком выпустил одеколон бэкком. Вот. Ну, и я решил выпустить Копай. Что это? Копай. Что это такое? Это вот. Что это? Копай. Это внутрь? Да. Можно я выпью? Конечно. Вкусно? Нет. И что? Три, два, Один. Дай мне лопату. Дай мне лопату, господи. Дай мне лопату, я люблю тебя. Конечно. Пойдем. Ты мой господин. Конечно. Идем. Я покажу тебе один могиле. Дай мне лопату. Копай, дорогой. Большинство зрителей Первого канала знают его как, а это тот, который мешал Ларисе Долиной. Встречайте. Гарик Мартиросян на сцене Комедия на Первом. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще один Идем. 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 Дорогие зрители, дорогие телезрители, Комедия на Первом. Все очень весело, как обычно. Презентация будущих, не существующих пока что, хитов наших звезд. Под ваши аплодисменты. Песню представляет замечательная группа Муми Тролль. Добрый день. Сегодня презентация нашей новой песни. Наша новая песня, как и во всех остальных миллиардах наших песнях, использованы все русские слова в случайном порядке. Поэтому подпеваем, не ошибемся точно. Итак, новая песня нашей группы, группы Руми Тролль. Удивляешься, ле, зобы чистишь ле, чавкаешь ли, какаешь ли, вспомни занавески в оковах перлога неминуемая и себе говоришь, если кто не понял, это уже припев, я болею тобой, океан, я болею тобой, берлога, ла-лай, 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 октябрёнок Ленин на груди, ла-лай, стержнями ли, пряжними ли, бряжневле был костей, нет, он был лёней, языками гостей, дельфинёнок ца-цап. Ну, неожиданно заканчиваются песни, умеют роль, как и начинаются. Следующий свой кит в будущем представляет группа «Гости из будущего». Добрый вечер, мои дорогие, мои хорошие. Сегодня наша группа презентирует свою новую песню. Если кто не понял, я вот тот парень, который сзади на синтезаторе стою. Я впервые говорю с вами, поэтому так долго и много. Я вот, наша новая песня, очень хорошая, позитивная, как обычно, подпеваем все вместе. Отличная песня. Поехали. От твоего взгляда каменею, от твоих признаний не имею, кроме тебя никого не имею. Зашла вчера в кожу галантерею, я в бесконечность улетала, руки твои целовала, шею твою обнимала, но мне этого было мало. Я улетала в бесконечность, в сердце обутая вечность. Я целовала твою конечность, в сердце моём беспечность. Наших чувств революция, твоих признаний Эволюция, мне нужна твоя резолюция Ночных страданий полюция, все вместе припев Жалко, жалко, гулко, гулко Палка, палка, булка, булка Гибко, гибко, жутко, жутко Рыбка, рыбка, куртка, куртка Мелко, мелко, брюки, брюки Белка, белка, руки, руки Близко, близко, сиська, сиська Польша, польша, и не звони мне больше Ла-ра-ла-ла, ла-ра-ла-ла-ла И не звони мне больше, ла-ра-ла-ла Вот такое происходит у группы гостей из будущего В будущем, извините за тавтологию Следующую песню представляет замечательный певец Олег Газманов Здравствуйте, здравствуйте Я очень бодрый сегодня, как и всегда Моя новая песня, как и все остальные мои две песни О любви к родине К разным, там, другим предметам, двигающимся К коням, людям Сегодня песня, еще одна песня про коня Можете танцевать Что-то очень бодрое сегодня Под седлом у меня верный конь, конь, конь На седле у коня верный я Никогда мы с конем не умрем Ну а если умрем, то с конем Никогда мы с конем не свернем Ну а если свернем, то с конем Мы с конем 200 в час километров даем Когда едем в машине с конем Верный конь, верный конь, верный конь, конь, конь За державу мой конь хоть в огонь Но державу люблю я больше коня Ведь держава больше коня Патриот, как и я, верный конь, конь, конь И всегда куда он, туда он И кому не по нраву мой конь Убирайтесь от седого вонь Эту песню про верный мой конь, конь, конь Написал, написал Родион Родион, Родион, Родион Он намного вернее, чем конь Он намного верней, он намного сильней Он намного быстрей, чем мой конь Лишь Москва мне дороже коня Белокамени даже меня И в отличие от Родиона Она не резин, не резиновая То дальше по тексту сальто я не умею И, наконец Наконец, мы хотели бы презентировать новую песню Аллы Пугачевой Под ваши аплодисменты тут уже нужна музыка Акомпаниатор Макс Перло Будет следующей песней у Аллы Борисовны Никто никогда не знает, всегда очень неожиданно И поэтому будущий хит Аллы Борисовны Тоже очень непонятный Непредсказуемый И называется он «Зелёный шарик» Добрый вечер Ай-ай Мои дорогие зрители Мой новый хит Называется он «Зелёный шарик» Ты меня сегодня принёс Не розовый треугольник Не лиловый квадрачик А зелёный шарик Я сказала тебе Зачем мне этот зелёный шарик Мой милый мальчик Мой милый мальчик Зелёный шарик Зелёный шарик Зелёный шарик Не надо ли слёзы Мой милый мальчик Зелёный шарик Мой милый мальчик Мой милый мальчик Зелёный шарик Мой милый мальчик Макс Перлов Гарик Мартиросян Специально для вас Камеди на Перлов Не прощаемся Любой праздник должен заканчиваться так Чтоб не было мучительно стыдно Но, к сожалению, в случае с Камеди Это вряд ли возможно Встречайте практически весь состав нашего клуба На сцене Под ваши бурные аплодисменты Что ж, дорогие друзья Какой бы вы номер думали Что мы хотим сейчас вам показать Блюз, конечно же, блюз Кто бы сомневался Блюз, поехали под ваши аплодисменты Кто сказал, что только негры умеют петь блюз Кто сказал, что только негры умеют петь блюз Это неправда Кто сказал, что очкарики не умеют играть блюз Это неправда Это неправда Это неправда Кто сказал, что на баяне не сыграешь блюз? Кто сказал, что на баяне не сыграешь блюз? Это неправда, это неправда, это неправда Кто сказал, что на балалайке не сыграешь блюз? ПЕСНЯ ПЕСНЯ Довольно модная профессия. Решили затронуть ее. ПЕСНЯ 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 Ты со мной разговариваешь? Я разговариваю с тобой. Ты спрашиваешь, что я сказал? Я спрашиваю тебя, что ты мне сказал. Я сказал, стойте, проходите, стойте, проходите, стойте, проходите. И ты, гей, проходи, я сказал. Я думал, мне послышалось. Подожди, как ты меня назвал? Так, все, стойте. Я говорил, стойте, проходите, стойте, проходите. Я говорил, стойте, проходите. Я говорил, стойте, проходите. Я говорил, ты, гей, ты, гей, ты, гей, проходи, говорю. Стойте, проходите! Да подожди, ты вот сюда посмотри, сейчас тебя в твошь на пак прилетит, ты понимаешь? Да какой я гей? Да я 20 лет уже из котелки не вылезаю! Я по двойке, стойте! 9 килограмм, такой в огром! Какой сегодня день? День сегодня какой? Четверт! Четверт! Сегодня тот раунд в год в 100 рублей! Гейм бесплатно! Гейм бесплатно? Прикалываться нельзя! Стойте, проходите! Стойте, проходите! Спасибо огромное! Тимур Каштан-Патрулинов, Гарик Бульдог-Харламов, специально для комедии на первом! Он всегда мечтал быть тамадой на больших и богатых свадьбах, но пока его приглашают только на разводы. Таир на сцене комедии на первом! Добрый вечер! Хе-хей! Поток информации! Буйство энергетики и батирующие прически! Таир на сцене, друзья! Комедия всегда праздник! Комедия на первом двойной праздник! Таир в комедии на первом тройной праздник! Будем говорить про праздники! Все логично, друзья! В России много праздников, а многие мы отмечаем, некоторые неоправданно забываем, чтобы это все исправить. Друзья, анонс российских праздников. Поехали! Она села ему на шею и радуется! 25 мая! Последний звонок в вашем городе! Что-то типа такого. В этот день удар с ноги в табло лишил его будущего. День ВДВ в парке Горького. 2 августа премьера. В этот день азербайджанцы заработали столько денег, что могут весь год не работать. 8 марта. Три месяца они бухали, курили и тискали девчонок в лагере. Но теперь этому пришел конец. 1 сентября. День знаний. Теперь чисто мужской праздник. Глупые книги, хреновые галстуки, рубашки не по размеру, старые деколоны. 23 февраля. Подарки все те же. Мужчины меня поддержали. Да и наконец самый необычный праздник. Михаил Боярский в 3 часа ночи звонит Вениамину Смехову и говорит Хе-хей, Атос, Портос, поздравляю! День взятия Бастилии. Кто-то празднует. Ну что, друзья, празднуйте праздники. Ничего не бойтесь. Держитесь. Ха-ха, я люблю вас. Их любимый праздник это Хэллоуин. Потому что это единственная вечеринка, куда их пускают без масок. Александр Арева и Вадик Рэмбо Галыгин на сцене в Камеди на первом. Добрый вечер. Еще раз. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, покажем что-нибудь сказочное? Возможно. Да, мы покажем нечто сказочное, поэтому превращайтесь потихонечку в нечто обыденное, а сказка будет. Итак, сказка «Иван-Царевич и чудище поганое». АПЛОДИСМЕНТЫ Родина, ты любовь моя, я для тебя готов на все. Эх, моя Василисушка, я иду тебя вызволять. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Эх, Сивка-бурка, ты моя вещая каурка. Как жаль, что ты невидимка. АПЛОДИСМЕНТЫ Как бы хотелось мне с тобой поговорить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чё ты, чё? Прости меня, Сивка. АПЛОДИСМЕНТЫ Уместо какое лютое. Болото. Пни колючие, да воронье поганое. Ежи лысые. Вонь вонючая. Неужто здесь живет чудище поганое? А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эй, чудище поганое, выходи. Кто это там? Та-там. Гавкает, а-кает. А-а-а-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. С тобой не гавкает, а разговаривает богатырь Иван, сын Евлампия и Илона Израилевны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Иван, Иван, Болван! Болван! А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сам ты болван, выходи. Зачем пожаловать? Василису забрать. Вазелину набрать? Кончился вазелин, весь на Василису ушёл. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ах ты сволота. Выходи, биться. Биться? Мы с тобой чай не блюдца, биться. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эй, чудище, выходи. За тебя не выйду, упырь. Выходи, говорю. Сначала отгадай три загадки. Пер... А, нет, так горло болит. Первая загадка. Отожмись от пола пятьсот раз. Ммм. Обману, чудище поганное. Четыреста девяносто девять. Пятьсот. Всё. Ммм. Вторая загадка. Зимой и летом одним цветом. Ёлка. Ммм. Третья загадка состоит из восьмидесяти подзагадок. Первая подзагадка. Отожмись от... Да пошел ты знаешь куда за своим фольклором. Выходи, говорю. Ладно. Иду. А я тебя себе совсем другим представлял. Прикольно. Я тебя себе. Ладно. Иван. Ургант. Обычный. Чудище. Поганное. Ургант. Руку отпусти. Щекотная. Я тебя тоже себе другим представлял. Ло. Ну что ж мы стоим, Иван. Пойдемте-ка в пещеру. Пойдемте. Ай, как здесь хорошо. Соскучился по Василисе-то? Да пошла нам нафиг эта Василиса. С тобой прикольный. Здесь же и куру. Никто не знает, когда именно зародился настоящий блюз. Зато мы знаем, когда он умрет. А помогут ему в этом Гарик Мартиросян, Евгений Агабеков и Макс Перлов. Встречайте. Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз виделись. Женя Агабеков, Макс Перлов. Поаплодируйте им. Игарик Мартиросян. Да, естественно, это так. И такая музыкальная фантазия. Кому-то она покажется странной, но истинные знатоки блекблюза, конечно, оценят то, что Макс играет на одной струне, а Женя играет на одной... На одной ноге, в принципе, играет Женя. Ваши аплодисменты. Просто блюз. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин